привет добро пожаловать на новое видео с чтением книги ты наверняка уже знаешь о том, что это самый мой любимый подвид ASMR и для того, чтобы полностью погрузиться и расслабиться я советую найти тебе наушники и если ты впервые на канале то это серия видео с чтением и предыдущие выпуски я оставлю либо в описании либо где-то тут а мы будем начинать треск моторов приносился над гоночной трассой как пулеметный огонь пахло пригревшим маслом бензином и гасторгой чудесный запах чудесные вихра мотора по соседству в хорошо обруданных боксах шумно возились механики мыши были оснащены весьма скутно несколько инструментов свечи зажигания два запасных колеса подаренных какой-то фабрикой немного мелких запасных частей вот и все гастор представил сам у себя а не какой-нибудь автомобильный завод и нам приходилось нести самим все расходы поэтому у нас было только самое необходимое ну вот сказал он если мои свечи выдержат сегодня тебе крышка но они не выдержат посмотрим осветил гастор браумюллер погрозил как карл берегись моего щелкунчика так называлась его новая очень тяжелая машина ее считали фаворитом карл задаст тебе перцу крикнул ему ленц браумюллер захотелось ответить ему на старом честном солдатском языке но увидев около нас с патрицией ухольма он осёкся выпучив глаза он глупо ухмыльнулся пространство и отошел полный успех удовлетворенно сказал ленц на дороге раздался лай мотоцикл кестер начал готовиться карл был заявлен по глазу спортивных машин большую помощь мы тебе оказать не сможем вот сказал я глядя в набор наших инструментов он махнул рукой и не надо если карл сломается тут уж не поможет взяла авторемонтная мастерская выставлять тебе щиты чтобы он знал на каком месте кестер покачал головой будет дан общий старт сам увижу кроме того Ю будет следить за этим ее упрямо снакинул головой он дрожал и непрерывно пожирал шоколад но таким он был только сейчас перед гонками мы знали что после стартового выстрела он станет спокоен как черепаха ну пошли ни пуха ни пера мы выкатили карла вперед ты только не застряй на старте сказал ленс поглаживая радиатор не разочаруй своего старого папашу карл карл пообщался мы смотрели ему вслед глянь-ка на эту развалину нефтяна послышалась рядом с нами особенно задний мост настоящий страус ленс залился краской и выпрямился вы имеете в виду белую машину? спросил он с трудом съеживаясь именно ее предупредительно ответил ему огромного роста механики соседнего бокса он бросил свою реплику непрежно едва повернув голову и придал своему соседу бутылку с пивом ленс начал затылаться от ярости и уже хотел было перескочить через низкую точную перегородку к счастью он не успел произнести ни единого оскорбления и я тащил его назад брось эту ерунду зажипел я ты нужен здесь зачем раньше времени попадать в больницу? с длинным упрянством ленс пытался вырваться он не выносил никаких выпадов против Карла вот видите сказала я Патриции Хольман и это жильного козла еще называть последним романтиком можете вы поверить что он когда-то писал стихи это подействовал макалериен я ударил по больному месту задолго до войны извинился Кодрит а кроме того сходить с ума время гонок не позор не так ли под быть сумасшедшим вообще не позорно Кодрит сделал под козырек великие слова грохот мотоциклов заглушил все воздух затрагался затрагались земля и небо стая машин пронеслась мимо предпоследний пропоручала ленца наш зверь все таки запнулся на старте ничего не значит сказал я старт это слабое место Карла он медленно разгоняется но зато потом его не удержишь собирающий круг от мотора начали просвачиваться звуки громкоговорителей мы не верили своим ушам Бургер один из самых опасных конкурентов застрял на старте опять послышался кул машин они трепетали вдали как саранчан быстро увеличивая они пронеслись вдоль трибуны и легли в большой поворот оставалось шесть машин и Карл все еще шел предпоследним мы были наготовы то слабее то сильнее слышались из-за поворота рев двигателей и раскатистое эхо потом вся стая вырылась напрямую вплотную за первой машиной шли вторая третья за ним следовал кэстр на повороте он продвинулся вперед тени от облаков проплывали над толпой горный рев мотором пил по нашим напряженным нервам словно дикая промырная музыка лен переменался с ноги на ногу яживал сигарету превратив ее в кажицу а патриция тревожна как шеребенок зари втягивала в себя в воздух только валентины и грау сидели спокойно и нежились на солнце и снова крохочущее сердцебиение машин мчащихся вдоль трибун мы не спускали глаз кэстера отдым одной головой он не хотел менять баллона когда после поворота машины опять пронеслись мимо нас кэстер ушел уже впритык за третий в таком порядке они бежали по бесконечной прямой черт возьми лен склотнулся бутылки это он освоил сказал я патриции нагонять на поворотах его специальность пат хотите глоточек спросил лен склотнулся бутылку я с досадой посмотрел на него он выдержал мой взгляд не моргнув глаз лучше и стаканом сказала она я еще не научилась пить из бутылки нехорошо кодри достал стакан сразу видно недостатки современного воспитания на последующих кругах машины растянулись вел браумюллер первая четверка вырвалась постепенно на триста метров вперед тестер исчез за трибунами идя нос в нос третьим кончиком потом машины показались опять мы вскочили куда отделась третья оттонес один за двумя первыми наконец подъехала третья машина здания баллона были в клочья лен злорадно усмехнулся машина остановилась у соседнего бокса вертелой механик ругался через минуту машина снова была в порядке еще несколько кругов но положение не изменилось лен доложил секундременно сторону и начал вычислять у карла есть еще резервы объявил он боюсь что у других тоже сказал я маэр он посмотрел на меня уничтожающим взглядом на предпоследнем голову кривой кончик видимо хотел попытаться пройти по нижнему кругу врешь крикнул лен в эту секунду появился кастер его машина на полной скорости взлетела до верного края мы замерли казалось что кара полетит за поворотом но мотор взревел и автомобиль продолжал мчаться по кривой он вошел в поворот на полном козу поскликнул я лен сгибнул сумасшедший мы светились над барьером дрожа от лихраточного напряжения удастся ли ему я поднял бодриться и поставил ее на ящик с инструментами так вам будет лучше видно опираясь на мои плечи он этого обставит на повороте уже обставил закричала она он уже впереди он приближается к броумюллеру господи отец небесный моисей сварал лес он действительно обошел второго а теперь подходит к броумюллеру над треком нависла грозовая туча все три машины стремительно вырвались из-за поворота направляясь к нам мы кричали как галделы к нам присоединились Валентин играл с его чудовищным пасом безумная попытка гестера удалась он обогнал вторую машину сверху на повороте его соперник допустил просчет и вынужден был сбавить скорость на выбранном крутой атаке теперь отт корж набрынулся на броумюлера вдруг оказавшегося только метров на двадцать впереди видимо броумюлера запарахлило зажигание дай ему отт дай сожри щелкунтика ревели мы размахивая руками машина в последний раз скрылись за поворотом Лен громко молился всем богам Азии и Южной Америки прося у них помощь и патрицизал своим амулетом я тоже вытащил свой опишись на мои плечи патриция подалась вперед и напряженно вглядывалась вдаль она поминала заяни на носу галеры показались машины Адора браумюлера все еще чихала и то дело слышалось пивипой я закрыл глаза Ленс повернулся спиной к трассе мы хотели его милостовить судьбу чей-то крик заставил нас очнуться мы только успели заметить как Кестер отворялся на два метра от своего сопоярника первым пересек линию финиша Ленс обезумел он свернул инструмент на землю и сделал стойку на запасном колесе что это вы раньше сказали саралон снова встав на ноги обращаясь к механику киркулесу развалено движитесь от меня дурак недовольно ответил механик и в первый раз с тех пор как я знал последний романтик услышав оскорбление не впал в бешенство он затрясся о хохот словно в приступе пляски святого вид от ожидали от ему надо было переговорить членами судейской коллеги послышался с нами хриплый голос мы обернулись и увидели человекоподобную гору в слишком узких полосатых брюках не в меру узком пиджаке цвета морянков и в черном котелке альфонс воскрикнула патриция хольман собственной персоной согласился он мы выиграли альфонс крикнула она крепко крепко выходит я немного опоздал ты никогда не опаздываешь альфонс сказала ленца я собственно принес вам кое-какую еду жареную свинину немного солонины все уже нарезано он развернул пакет боже мой сказала патриция хольман тут на целый полк об этом можно сказать только потом заметили альфонс между прочим иметь кюммель прямо со льда он достал две бутылки уши отгуборены крепко крепко сказала патриция хольман он дружелюбно подмигнул ей трудяй переехал к нам карл кастер и юб выпрыгнули из машины юб выглядел точно юный наполеон его уши свергали как церковные витражи в руках он держал огромный невероятно безукусный серебряный кубок шестой сказал кастер смеясь эти ребята никак не придумают что-нибудь поновее только эту молочную крынку деловито сведомил а наличные да успокоил его он и наличные тоже тогда мы просто купаемся в деньгах сказал кроу наверно получится приятный вечерок у меня спросил льфонс мы считаем это часть через себя ответил ленц короховый суп с ножками и ушами сказал льфонс и даже патриция хольман изобразила на своем лице чувство высокого уважения разумеется бесплатно добавил он подошел проумелир держав руки несколько свечей зажигания запрызганных маслом он проклинал свою неудачу успокойся Тео крикнул ему ленц тебе обеспечен первый приз в ближайшей гонке на детских колясках дайте отыграться уходной книги спросил брауэмюллер можешь пить его из пивной кружки сказал кроу тут ваши шансы слабы господин брауэмюллер произнес телефон с тоном эксперт ни разу я еще не видел кестера над мухой я до сегодняшнего дня ни разу не видел карла впереди себя ответил брауэмюллер неси свое горе с достоинством сказал кроу вот бокал возьми выпьем за то чтобы машины уничтожали культуру собираясь отправились в город мы решили прихотить остатки бревианта принесенного альфонсо там еще оставалось вдоволь на несколько человек но мы обнаружили только бумагу вот на что усмыгнулся ленз и показал на растеринару упавшегося юбом в обеих руках он держал по большому куску свинины живот его выпилился как барабан тоже своего рода рекорда салужному альфонсо патриция хольман пользовалась как мне казалось слишком большим успехом кроу снова предложил написать ее портрет смеясь она заявила что у нее не хватит терпения сфотографировать удобнее может быть он напишет ваш портрет с фотографией заметил я желая клянуть Фердинандом это скорее по его части спокойно робби невозмутимо ответил Фердинанд продолжая смотреть на вас под своими голубыми детскими глазами вот вот ты делаешься злобным а я человеческим вот в чем разница между нашими поколениями он всего на десять лет старше меня непрежно сказал я в наши дни это составляет разницу в поколении продолжал Фердинанд разницу в целую жизнь в тысячелетия вы не пишете писем позвоните по телефону вы больше не мечтаете не выезжаете за город суббота на воскресенье вы разумны в любви и неразумны в политике жалкое племя я слушал его только одним ухом а другим прислушивался к тому что говорил правый мюллер чуть покачиваясь он заявил патриции хольма что именно он должен обучать ее водить машину уж он то научит всем трюкам при первой же возможности я отвел его в сторонку Тео спортсмену очень вредно слишком много заниматься женщинами это ко мне не относится заметил правый мюллер у меня великолепное здоровье ладно тогда напомни тебе не поздоровится если я стукну тебя по башке этой бутылкой он улыбнулся спрячь шпагу как узнают настоящего джентльмена знаешь он ведет себя прилично а ты знаешь кто я хвостун я не опасался что кто-нибудь из них действительно она попытается отбить ее такое между нами не водилось но я не так уж был уверен в ней самой мы слишком мало знали друг друга ведь могло легко остаться что ей вдруг понравится один из них впрочем можно ли вообще быть уверенным в таких случаях хотите незаметно исчезнуть спросил я она кивнула мы шли по улицам было облачно серебристый зеленый думал медленно спускался на город я взял руку патрицией и сунул ее в карман моего пальто мы шли так довольно долго устала спросил я она покачала головой и улыбнулась показывая на кафе мимо которых вы приходили я ее спрашивал не зайти ли нам куда-нибудь нет потом наконец мы подошли к кладбищу она была как тихий островок среди каменного потока домов шумели деревья их кроны терялись во мгле мы нашли пустую скамейку и сели вдруг фонари стоявших перед нами на краю тротуара сели дрожащие оранжевые нимбы в сгущавшемся тумане начиналась сказочная игра света майские шуки охмелевшие тормад грустно вылетали из липового листвы кружились около фонарей и тяжело ударялись об их влажные стекла туман преобразил все предметы оторвав их от земли и подняв над ней гостиница напротив пылов по черному зеркалу асфальт точноокеанский порывод с ярко освежающими каютами серый один церкви превратилась в призрачный парусник с высокими мачтами терявшимися в серовато красном маре света а потом стынулись место и поплыли караваны домов мы сидели рядом и молчали в тумане все было нереальным и мы тоже я посмотрел на подлитрицу свет фонаря отражался в ее широко открытых глазах сядь поближе сказала я а то туман нанесет тебя она пив вернула ко мне лицом и улыбнулась я рот был полоткрыт зубы мерцали большие глаза смотрели на меня в упор но мне казалось будто она вовсе меня не замечает будто ее улыбка и взгляд скользят мимо туда где серое серебрястое течение будто она злилась с признательным шевелением листвы с каплями стекающими по влажным стволам будто она ловит тем неслышные совы за деревьями за целым миром будто она вот сейчас станет и пойдет в гость туман бесцельно и уверенно туда где и слышатся темные таинственные призывы земли и жизни никогда не забуду это лицо никогда не забуду как оно склонилось ко мне красивое и выразительное как оно просияло лаской и нежностью как оно расцвело в этой звергающей тишине никогда не забуду как ее губы тянулись ко мне глаза приближались к моим как близко они разглядывали меня впрожающие серьезно и как потом эти большие мерзающие глаза медленно закрылись словно оставшись а туман закупился вокруг из его рваных клочев дрочали бледные могильные кресты я снял пальто и мы укрылись им город потонул мы долго просидели так постепенно ветер усилился и в сером воздухе перед нами замлекали длинные тени я услышал шаги и невнятное бормотание затем тут нас приглушенный звон гитары я поняла голову тени приближались в темный силуэт и сдвинулись в круг тишина и вдруг громкое пение я вздрогнула и стала прислушиваться в чем дело уж не попали мы на луну где-то был настоящий хор двуголосный женский хор грешники грешники расстались над кладбищем и в ритме военного марша в недоумении я посмотрел на пад ничего не понимаю сказал я приходи продолжалось пение в бодром темпе вдруг я понял бог да это ведь армия спасения грех в тебе ты подавляй снова призывали тени в карен глазах пац мелькали искрыки ее губы и плечи скрахивали от смеха тихо разнеси наскром послышалось внезапно из туманной чей-то злобный голос минута раздельного умолчания но армия спасения привыкла к несгодам хор созвучал с удвоенной силой о том что в мире делать запели женщины в унисон целоваться черт возьми сорал даже голос неужели здесь нет покоя тебя дьявол заплазняет окушатели ответили ему я фыркнул подушь не могла больше стерживаться вытряслись захотом этот поединок был форменной потехой армии спасения было известно что кладбищенские скамены служат прибеженцам для любовных пар только здесь они могли уединиться искры от городского шума поэтому макоясные армейки стумав нанести по кладбищу решающий удар устроили воскресную облаву во имя спасения от душ небычные голоса на божно старательные громко конусавили слова песни резко примчали в такот гитары кладбище ожило в тумане начали расставаться смешки и возгласы казалось что все скамейки заняты очногим мятежник выступивший со счетов любви получил невидимое намогущее подкрепление со стороны единомышленников знак протеста быстро организовался конкор в нем видимо участвовали мало бывших военных маршевая музыка армия спасения разодорила их вскоре мощно зазвучала старинная песня армия спасения страшно сполошилась бурно заглохали поле шляпок старые девы вновь пытались перейти в контратаку ой не упоколствуйся умоляй резко вскласили хорост физических там но зло победило трибунные глотки в противников дружно грянули в ответ свое имя назвать мне нельзя ведь любовь продаю я за деньги уйдем сейчас же сказала ябата я знаю эту песню в ней несколько куплетов а текст чем дальше тем красочней прочь отсюда мы снова были в городе с его автомобильными кутками и шорохом шин но он оставался заколдованным там он природил автобусы в больших сказочных животных автомобили в крыдущихся кошах с горячими глазами а витрины магазинов в пестрые пещеры полные соблазнов мы прошли по улице вдоль кладбища и пересекли площадь лунопарка в листом воздухе грузили и рисовывались как башни пенящийся блеском музыка чертовое колесо кипело в бурпурном зареве золоте и хохоте а лабиринт переливался синими огнями благословенный лабиринт сказал я почему спросила бат мы были там вдвоем она кивнула мне кажется что это было бесконечно давно пойдем туда еще раз нет сказал я уже поздно хочешь что-нибудь выпить она покачала головой как она была прекрасна туман словно легкий аромат делая еще более очаровательной ты не устала спросил я нет еще не устала мы подошли к павильону с кольцами и крючками перед ним висели фонари излучавшие резкий гибридный свет бат посмотрел на меня нет сказал я сегодня я не буду бросать колес ни одного не брошу даже если бы мог выиграть винный покреп самого Александра Макетонска мы пошли дальше через площади парков где-то здесь должна быть сирень сказала бат да запах слышен совсем отчетливо вид наше распустилось ответила она и запах разлился по всему городу мне захотелось найти пустую скамье и я осторожно посмотрел по сторонам то ли из-за сирени то ли потому что был воскресный день для нас просто не везло и я ничего не нашел на всех скамейках сидели бары и я посмотрел на часы уже было больше двенадцати пойдем ко мне сказала я там мы будем одни она не ответила но мы пошли обратно на кладбище мы увидели нежданное зрелище армия спасения подтянула резервы теперь хор стоял в четыре шеренки и в нем были не только сестры но еще и братья в форменных мунтирах вместо резкого двухголосия пение шло уж на четыре голоса и хор звучал как орган предмевались над могильными плитами вне злос о мой небесный иерусалим от позиции ничего не осталось она была смертна директор моей гимназии частенько говорил упарство и прилежание лучше нежели безбудство и гений я открыл дверь померя и немного включил свет перед нами сел протянувшийся в глубокую квартиру отвратительная кишка коридора закрывая глаза тихо сказала я это зрелище не для закаленных я подхватил ее на руки и медленно обычным шагом со мной я был один шел по коридору и ручьем и таном и косовых плиток к своей двери шутка правда раздельно спросила я глядя на брушевы гарнитуры расставленные в комнате да теперь мне я не хватало порченых креслов фрауса левски ковра лампы хосе совсем не так шутко сказала бат все таки шутко ответил я и подошел к окну зато вид отсюда красивый может передвинем кресла к окну бат ходила по комнате совсем не дурно главное здесь удивительно тепло ты мерзнешь я люблю когда тепло поеживая сказала она я не люблю холод и дождь к тому же мне это вредно боже справедливый мы просидели столько времени на улице в тумане там приятнее и сейчас здесь она потянулась и снова заходила по комнате крупными шагами движения были очень красивы я почувствовал какую-то неловкость и быстро рассмотрелся к счастью беспорядок был невелик ногой я затвила свои потремотные комнатные туфли под кровать под подошла к шкафу и посмотрела наверх там стоял старый чемодан подарок ленца на нем была масса пестрых наклеек целиства экзотических путешествий моего друга Рио-де-Жанейро прочитала она Аманао Сантьяго Бен Сай Рослас Пальмас она двинула чемодан назад и подошла ко мне а ты уже успел побывать во всех этих местах я что-то пропормотал она взяла меня под руку расскажи мне об этом расскажи обо всех этих городах как должна быть честно путешествовать так далеко я смотрела на нее она стояла передо мной красивая молодая полна ожиданий но далек по счастливой случайности залетевший ко мне в комнату мою пустую безмысленную жизнь ко мне и все-таки не ко мне достаточно слабо тумновение и он расправит крылышки и улетит пусть метр ругает пусть стыдят но я не мог не сказать нет сказать что никогда не бывал там тогда я этого не мог мы стояли у окна туман льнук стекла густо около них и я почувствовал там за туманом предаилось мое прошлое молчливое и невидимое дни ужасы и холодные испорины пустота грязь хочется чумонного бытия беспомощность расточительная отрата сил бесцельно выходящая жизнь а здесь в тени передо мной ожеломляющий близко ее тихое дыхание ее непостижимое присутствие и тепло ее ясное жизнь я должен был это удержать и завоевать Рио сказал я Рио-де-Жанейро порт как сказка семи тугами вписываются в море в пухту и белый свергающий город поднимается над ней и начал рассказывать о знойных городах бесконечных равнинах о мутных и листых водах рек о мерзающих островах и о крокодилах о лесах о пожирающей дороге о ночном морге ягуаров дарочная пароходская листья в темноте сквозь душливую теплую сквозь ароматы ванильных лиан и орхидей сквозь запахи разложения все это я слышала от Ленца но теперь я вообще не сомневалась что и вправду был там так причудливо смешались воспоминания с том мнением по всему этому желанием привнести в невесомую мрачную путаницу моей жизни хоть немного блеска чтобы не потерять это необъяснимо красивое лицо эту внезапно вспыхнувшую надежду это счастливую меня сведение чего стал я сам у себя рядом с этим потом когда-нибудь все объясню потом когда стану лучше когда все будет прочнее потом только теперь манаос говорил я в Буэнос-Айрес и каждое слово звучало как мольба как заклинание ну что ж на этом наш ролик подошел к концу я надеюсь что ты хорошенько расслабился или даже уснул спасибо тебе огромное за просмотр а мы с тобой встретимся совсем-совсем скоро пока-пока-пока пока-пока-пока